Сегодня на обзоре, дорогие друзья, будет у нас частный сектор поселка Витязево Столовые, Екатерина, посмотрим цены, ну а также фрукты, овощи и лучшие пляжи России. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас в поселке Витязево, меня зовут Юрий Азаровский, сегодня мы с вами посмотрим типичный частный сектор поселка Витязево. Это для тех людей, кто любит тишину, уют и спокойный отдых. У меня здесь отдыхают подписчики, которые уже 6 лет приезжают именно в этот гостевой дом на отдых. Отдых здесь начинается от 400 рублей с человека. Что такое частный сектор Витязево? Как я говорю, это тишина, свободные парковочные зоны перед двором, можно поставить очень большая зеленая территория. Это вот все то, чего не хватает многим, когда они приезжают на отдых и живут в отелях, где шумно постоянно, но кто-то может и ищет этот шум. Территория закрываемая, кодовый замок для себя оставил дверь, чтобы она была открыта. И посмотрите, в какой оазис зелени мы с вами попадаем. Здесь стоит аромат роз, потому что хозяйка их очень сильно любит. Летают бабочки, растет виноград. Как раз таки, если вы приедете к сентябре, здесь будет просто изобилие. Ходите, кушайте, пробуйте. Возле каждого номера есть свой стул, столик. Вы можете прийти посидеть также отдельно под сенью винограда. На улице есть удобство. Есть детская площадка, на которой ваши детки могут покататься на качельках. Мангальная зона. Можете видеть, она также находится под навесом, чтобы никому не мешать. Здесь ни одного окошка в эту сторону нет. Стоит мангал, есть казан. А это вообще коптильня, друзья. То есть вы купите какую-нибудь свежую рыбку, либо захотите закоптить курицу или мясо, пожалуйста. Поют птички. И здесь прям приятно снимать обзор, потому что, знаете, как будто где-то на природе мы с вами находимся. А это вот тот самый наш местный инжир, который сейчас вовсю продают, а он еще у нас только поспевает. Прямо смешно на самом деле показывать такие моменты. Пришли с пляжа. Пожалуйста, ногомоечка. Ножки помыли. На территории имеется две кухни. Вот еще одна зона отдыха с холодильником, еще одна ногомойка. То есть все, нескольких экземпляров сделано. А это кухонная зона, где можно приготовить, покушать. Большим набором подсуды. Есть микроволновая печь, два холодильника, две плиты. Зона для того, чтобы пообедать, если вдруг внутри хотите. И огромный телевизор для ваших детей. Также есть холодильная доска и утюг. За кухней есть место, чтобы посушить вещи. Их тут много, этих мест. Видите, туда сколько висит. Есть вот такой вот бассейн для детей. Удобно. И, в принципе, взрослые тоже смогут охладиться. Обратите внимание на количество цветов, того же самого винограда. Действительно стоишь и дышишь. Больше всего чувствую аромат роз. Потому что такое благоухание. Пришли, под виноградиком сели после моря. И получаете себе удовольствие. Здесь еще одна зона для того, чтобы помыть ноги, руки. И две душевых, два туалета имеется. Также есть еще одна кухня в цокольном этаже. Пойдемте, покажу. Спускаемся сюда вниз. Еще кухня. Также две плиты. Смотрите, какая монстера здесь красивая вещь. Стоит три холодильника. Микроволновка, чайник. Также есть холодильная еще одна доска. Место, чтобы посидеть, поесть. Посмотрим номер стандарт, в котором есть удобство и сплит-система. Также есть свой стол со стульями. Заходим в номер. Две кровати вместе и одна отдельно стоит. Есть сплит-система, место для хранения, холодильник, телевизор. Наполнение у всех номеров примерно одинаковое. Также есть прикроватная тумбочка. Санузел выглядит вот так. Раковина, зеркало, туалет и душевая зона. Отдых в этом номере будет стоить вам 500 рублей, если вы приедете в сентябре, конец августа. И сейчас в пик сезону можно приехать отдыхать за 600 рублей с человека. Какие же красивые розы. Как они благоухают. Есть свой стол со стульчиками. На улице можно зайти посидеть. Сейчас мы с вами смотрим четырехместный номер. Этот номер эконом. Здесь видите, одна двуспальная кровать. И эту кровать при желании можно раздвинуть. Это две совместные кровати. Есть место для хранения. Есть вентилятор, стол, зеркало. Какая красивая картина. Также имеется телевизор в этом номере. Она полуплиточка. То есть номер довольно-таки чистый, большой. Место для хранения выглядит вот так. И еще одна вот такая вот большущая полочка. Отдых в этом номере сейчас 500 рублей с человека. Конец августа-сентябрь будет по 400 рублей с человека. Если приезжаете на длительный срок, обязательно торгуйтесь. И я уверен, что хозяевам сделают скидки. Удобство к этому номеру находится здесь рядышком. С левой стороны здесь один номер. Это эконом. Вот вам, пожалуйста, раковина, ногомойка и душевая. Одна здесь, вторая. А с этой стороны туалеты. Выглядит вот так. Несколько номеров. Также возле каждого веселого стула и столя это экономы. Есть также двухместные номера. Если мы их показать не можем, они заняты. Обращайтесь к хозяевам. Две кровати, одна кроватка. Есть место для хранения. Тумбочка и телевизор с вентилятором. Стоимость отдыха в этом номере сейчас 500 рублей. Если приедет конец августа, значит сентябрь, то будет по 400 рублей с человека. Душевая выглядит вот так. Туалет выглядит вот так. Душевых и туалета по два. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Дмитрий. Откуда вы к нам приехали? Башки из Пудуфы, Горобилибей. Вы сколько раз здесь уже отдыхаете? Сторожил уже шестой раз. Вам нравится место расположения? Нравится. До моря сколько ходите? Не спеша через рынок полчаса. А если нормальный, целеустремленный? Кто за 20 минут. Ближайший магазин рядышком есть? Ой, целая куча. Тищина, спокойствие? Да, вот нам очень это нравится, что там возле параллия много отелей, там шумно, а здесь достаточно тихо, комфортно. Хозяева как по отношению? Хозяева вообще хорошие. А как вам в этом году отдыхают? Вот как море сейчас? В этом году очень хорошо, полусолнечное чистое море, бывают волны, в общем, вот. Красавчик, как тебя зовут? Ваня. Ванечка, это ваш сынок, да? Да, это мыс. Спасибо за отзыв, вам хороший отдых. Спасибо вам. Друзья, великолепный частный сектор с отличными ценами, так что я вам советую приезжать и на отдых. Сейчас мы отправляемся с вами на море. На море здесь полтора километра, Адвагис показывает, что до моря полтора и 16 минут пешочком. Мы отправляемся с вами в путешествие. За пути возьмем еще и Джаника. Место очень хорошее, если вы приезжаете на своей машинке, например, отсюда выехали на Жемчужину России, либо, помните, я пляж показывал возле Одиссея, приехали, припарковались, пошли купаться. Можно также на дальние пляжи ехать. Если же пешочком, мы прогуливаемся. Это тоже не составляет никакого труда. По пути нам встречается очень много разных деревьев. А вот виноград уже поспевает. Открылся магазин «Пятерочка». То есть также по этой улице есть мясо, есть пиво на розлив, то есть все рядышком. Также есть много разнообразных шашлычных, в которых вы сможете перекусить. Вот я уже возле своего дома прошел буквально пару минут времени в пути. В общем, также возле нашего дома есть детская площадка. Я пойду, зайду за Джаником, за Квадриком, а вы можете вот здесь по прямой проходить, вам будет так удобнее. Но можно пройти вот сюда и поесть самых вкусных чебуреков у Джаника Мама. По пути фрукты, овощи продают. Здесь у Джаника есть вкуснейшая выпечка. Мы по утрам здесь кушаем чебуреки. Находится этот горького 63 дроп 1. И можете посмотреть на цены. Единственное, сейчас пицца подорожала, было по 100, стало 150. Курник стал 120 рублей стоить. Рядышком с Джаником, ребятки, тут парень продает фруктовоще. Арбузик у него по 23, колхозница, дынька по 65. Местный абрикос 130, персик местный по 120, есть и есть по 100 рублей. Вот еще один по 80 персик, местный инжир 250, это как я вам говорил про местный инжир. 250 ежевика, 300 рублей малина, 300 рублей голубика, армянский абрикос 140, узбекский нектарин 120, местный груша 150, яблоко по 90, груша 220, местный нектарин 130, кардинал виноград 160 и 170 кишмиш. Бананы по 60, помидоры по 90, сливка 65, огурцы по 60, молодая картошка по 50 и голландка молодая по 35 рублей килограмм. Лук крымский по 180 и обычно лук 65, морковка 65. У него самая дешевая кукуруза по 40 рублей. Джаник с нами, привет, брат. Здесь вот с утра только показывал, говорю, делайте косички, все поперло. Короче, вот так работает реклама. Отправляемся к морю. Осталось совсем чуть-чуть от моего дома. Остается где-то метров 800. Ребятки, можете прикупить вкуснейшее мороженое, которое очень сильно любит моя дочка. Знакомые на экскурсиях работают у нас. Ну и в тени продаются также фрукты, овощи. Чем круто здесь проходить, ребятки, те, что прям по тенечку, по бульвару Шардан-Нелл с такими небольшими перепадами, мы спускаемся уже к кольцу. Там я вам еще обозначу один рыночек, на который вы можете прийти, прикупить себе также фрукты, овощи. Клево. Сколько такая прическа? Тысяча рублей. Спасибо. А здесь, ребятки, наш тоже дружок торгует сейчас в лучок. Ему привет. Он устраивал недавно дегустацию. Я думаю, в ближайшее время так же будет она здесь проходить. Это гостевой дом Екатерина. Здесь есть столовая, например, друзья. Ее очень сильно хвалят мои подписчики. Допустим, комплексные 220, 250, 275 рублей есть. Посмотрите, блюда какие имеются. Я всегда стараюсь вам показывать по одной из столовок. У нас было разнообразное. Я думаю, что по ценам вы, в принципе, все увидели. Зачитывать не буду. Мне в прошлый раз сказали, Юра, мы и так все видим. Внутри посмотрим, как здесь все выглядит. Вы заходите на входе, помыть ручки. Здесь есть место, куда сразу положить ваши ложечки, хлебушки и компотик. Вон по 45, всякая разнообразная выпечка есть. Здесь тоже может быть блинчики, йогурты, выпечки. Разные салатики предлагают девочки. И здесь разнообразные блюда. Можно увидеть шашлычок есть, котлетки. То есть выбор блюда довольно-таки большой. Сейчас проходит завтрак. Здесь люди, видите, под спидсистемой сидят, кушают. В принципе, так же есть микроволновка для того, чтобы подогреть. Всем приятного аппетита. Екатерину очень часто хвалят. И так же Марсель столовая, она будет немножечко дальше. Мы дошли до Кольца. Здесь тоже очень много экскурсионных точек. Вот вам еще одна сельскохозяйственная ярмарка, которую могу посоветовать, где работают очень честно продавцы. Заходите, арбузики покупаете и все. Подряд там есть, друзья. Как идешь, думаешь, валяются? Нет, все по 200 либо по 400 продают. А еще есть немножечко по 300. Пока цветет гибискус, ребята, еще можно поехать на лиманы, чтобы посмотреть лотосы. Они еще цветут. И, кстати, вот сельскохозяйственной ярмаркой есть еще вход вот отсюда слева. В Марселе уже плотненько. Люди кушают. То есть столовая тоже очень популярная. Как приятно, ребята, вот столько видеть наших любимых отдыхающих, которые идут с моря. Хорошего отдыха. Столовой, кстати, здесь больше, чем достаточно. Вот смотрите, трое, с левой стороны еще одно стол. Здесь вообще комплексный обед за 130 рублей предлагают. Пишите отзывы, если вдруг ели, например. И подходим, браслуйцы, помощь с Новорочкой. Хорошего отдыха. Везде подписчики, это очень приятно. Спасибо, что останавливаетесь, здороваетесь. Круто. Дорогие мои, улица Серебряная. Нам остается совсем немножечко дойти до моря. Отсюда уже, можно сказать, видно. Здесь начинается самое красивое место. Расширили, сделали вот такую прогулочную зону. По вечерам здесь проводятся разнообразные мероприятия. А также есть фонтан. Здесь какая-то дежурка на фонтане. На этом трогательном единице. Я ко всем пройду. Пожалуйста, не мойте ваши ножки. Я научил мне свой голод. Те ребята жалуются, что фонтан очень быстро забирают. Потому что все после моря идут, здесь моют ноги. А так, но там очень классно. И вот тут мероприятие происходит прикольное. Можно перекусить, когда вы будете идти с моря. Как бы очень классно. Здесь вот ребята, наши знакомые, готовят мохито. Также у них можно купить гиро. Восемь за 210 покушать пивасик, крабы, раки и разнообразные вкуснятия. Улыбаетесь, как ваше? Привет, привет. Брат, вот скажи, как тебе вообще атмосфера отдыха? Сколько народу здесь идет? Народов много. И меня так было, я слышал отдыхающих, что столько людей. Даже многие не ожидали. Согласен. Мы идем, смотри, сколько людей. И я сегодня тебе сказал, что, наверное, один из тех годов, когда море чаще всего чистое. И радует народу, да? Согласен. И сухо, солнышко светит. Вот так вот. Приезжайте, если вы еще не успели. Привет. Твери, привет. Хорошего отдыха. Спасибо, ребята. Мы уже очень быстро дошли до Тонтанчика. Здесь аквапарк Олимп. И очень много людей делают правильно. Они уже уходят с моря, потому что начинается очень сильная жара. Берегите себя от ультрафиолета, чтобы у вас все было хорошо, дорогие мои друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok.